Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Предлагаю продолжить наш разговор о заповедях блаженства. Всего в Евангелии говорится о девяти заповедях Господа Иисуса Христа. Почему первой стоит заповедь блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное? Что значит выражение нищие духом? Вот все святые отцы постоянно подчеркивали, говорили, что вот эта заповедь является одной из самых главных, основных заповедей. Нищета духовная здесь, так называется, осознание человеком своей немощи перед Богом и осознание того, что самому, он сам, собственными только усилиями, без благодати Божьей, не может изменить себя и не может преодолеть последствия грехопадения, которые несет в себе каждый человек. Вторая заповедь – блаженны плачущие, ибо они утешатся. Чему нас учит эта заповедь? Во-первых, абсолютно буквальному пониманию – блаженны плачущие. Правда, когда мы говорим о плаче в Евангелии, и встречаем это или в аскетической литературе, имеется в виду не совсем тот обычный плач, который мы встречаем в жизни. Плачет ребенок, которому что-то не дали, который упал, ушибся. Плачет человек от обиды, от досады, от злости, от жалости к самому себе. Много есть форм плача. Плач, о котором говорится здесь, это, скорее всего, плач о своих грехах, плач о своей немощи. Немощи, плач, такой плач, который повергает перед Богом человеческую немощу. Он говорит, Господи, я ничего не могу сделать. Вот сам как можешь, спаси меня. Сам как можешь, помоги мне исцелиться, исправиться. Я сам, хоть выйди сам из себя, но ничего не могу сделать. Вот этот плач Господь утешит, если человек обращается к нему. И человек получит от Бога просимое, если он искренне, из всей глубины своего сердца просит помощи Божией. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. В чем выражается наша кротость? – Кротость – это понятное слово. Несмотря на то, что оно славянское, я думаю, оно понятное сегодня каждому человеку. Кротость – это человек безгневный, человек смиренный, человек, в котором нет памятозлобия, нет ненависти, нет мстительности. Вот всех вот этих отрицательных качеств. Человек кроткий. Господь заповедовал нам в Евангелии быть кроткими, потому что это самое близкое такое к Богу состояние человеческой души. И те люди, которые смогут воспитать в себе эти качества, именно они наследуют землю, те будущие небо и землю, которые мы чаем по воскресенье из мертвых. – Четвертая заповедь – блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. А вот в этом случае что надо понимать под правдой? – Здесь имеется в виду жажда духовная, жажда правды Божией, опять же, не человеческая правда, мы говорили в предыдущем нашей передаче об этом, не справедливости в таком земном смысле этого слова, хотя это тоже добродетель христианина, и справедливости в земной в том числе должны желать, и к ней должны стремиться все люди, которые исповедуют себя христианами, особенно если они своей деятельностью должны эту справедливость обеспечивать, и власть, судьи и так далее. Но в данном случае, в евангельском контексте, имеется в виду жаждущие правды, правды Божьи, которые человек потом, если он ее жаждет, стремится к ней, потом ей насыщается. – В восьмой заповеди снова идет речь о правде. – Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. – Вот как эту заповедь понять? – Достаточно тоже просто, если вдуматься в это. – Ну, правда. Часто бывает так, что человек в своей жизни встречает какую-то несправедливость. Часто бывает так, что человек терпит наказание от людей за то, за что, по идее, должен был быть награжден. И вот в Евангелии говорит о том, что тот, кто воспринял это спокойно, кто покорился волей Божией, кто принял это как от руки Господней, тот будет вознагражден за свое терпение. – В пятой заповеди говорится «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». – Кто такие милостивые? – Тоже достаточно понятно. Милостивый человек, я думаю, любой наш зритель ответит на этот вопрос. – Кто такой милостивый? – Это тот, кто оказывает милость другим людям, кто сожалеет, кто помогает, кто поддерживает людей, кто творит добро тем, кто в этом добре нуждается. Это люди, которые проявляют деятельное милосердие. Вообще, милосердие нужно проявлять от любви к людям. Но в данном случае говорится о том, что оно будет еще вознаграждено тем, что милостивые сами будут помилованы. – Почему они будут помилованы? – Потому что они творили милость другим людям. Даже есть такое выражение «суд без милости не сотворшим милости». То есть тем, кто не сотворил кому-то милосердие, тот будет судим сам по своим грехам. Ведь мы знаем, что мы существуем не благодаря справедливости Божией, а благодаря Божьему милосердию. Это часто встречающееся такое мнение, выражение, что если бы Бог был справедлив, то большинству из нас уже бы не было места на этой земле. – Владыка, а можно выделить из девяти заповедей главную, наивысшую? – Я думаю, что духовная нищета, именно как честное, правильное видение самого себя, является началом всех остальных добродетелей, которые приобретает человек в своей жизни. Потому что это как в медицине, пока не поставлен точный диагноз, лечить человека бесполезно. Ему можно лечить, но на самом деле у него болит совсем другое. Так и здесь, когда человек отдает себе отчет в том, в каком он находится, в состоянии, в каком он положении, что именно ему нужно исправить в своей жизни, что именно он должен преодолеть в ней, и что именно он должен приобрести, вот тогда есть надежда на то, что что-то получится. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok